Он немного меньше габаритов, чтобы он был крепче. У него более крепкие колеса и все креплено. Андрей и его друзья в категории BMX новички освоили только базовые элементы, поэтому пока на участие в фестивале «Энергия мечты» они не решились, присутствуют в качестве зрителей. Сюда съезжаются рейдеры почти со всей России. Достаточно большой призовой фонд. Ну и вообще ради опыта, я думаю, надо поучаствовать. Фестиваль «Энергия мечты» прошел в новой экстрим-зоне в центре Одинцова. Посостязаться в выполнении трюков на самокатах и BMX приехали более ста спортсменов из разных городов Московской области. Делать эффектные скольжения и прыжки на обычном самокате не получится. Нужен специальный трюковый. Еще одно обязательное условие для участников фестиваля – наличие экипировки. Все участники должны быть в шлемах обязательно. Мы только приветствуем дополнительную защиту на локте, колене. Потому что самое главное, чтобы спорт был без травм. Александра Шевченко из Королевы экстремальным увлечением заразил друг. Молодой человек уже три года оттачивает трюки на самокате. Тренируется каждый день летом и дважды в неделю зимой. Этот спорт не похож на другие виды спорта. Это не как футбол, не как баскетбол. Там можно кататься как хочешь. Потому и фристайл. То есть ты сам выбираешь свой стиль катания. Экстремальные виды спорта для молодежи привлекательны в первую очередь ввиду того, что нужно не так много инвентаря и не нужны абонементы в фитнес-зал. То есть если есть оборудование, есть экстремальная площадка, бордюры, лестница в парке, то ребята в принципе могут начинать свои тренировки. Также это определенный круг, компания, друзей, сверстников, единомышленников. Результаты усердной работы не заставили себя ждать. Сальто на самокате оценили и судьи, и зрители. На фестивале «Энергия мечты» Саша занял первое место. Сразу после окончания соревнований самокатчиков тренировку в экстрем-зоне начали райдеры на BMX, начинающие любители и профи. Антон Евстифеев, один из лучших райдеров России, помогал в организации фестиваля «Энергия мечты». Одинцовскую экстрем-зону спортсмен оценил по достоинству, говорит, это достойная площадка для хорошего старта. Правда, условия важные, но не самая главная составляющая успеха. В первую очередь, я думаю, что нужно быть честным и верным себе, потому что чемпионом можно становиться каждый день. В борьбе с самим собой. Каждый день можно становиться чемпионом, и каждый день, делая работу над собой, можно прийти к каким-то определенным результатам и целям. Сезон катания на самокатах и BMX спортсмены-экстремалы закрыли зрелищно. Правда, это не значит, что сразу после окончания соревнований их средства передвижения отправятся пылиться до весны. Оттачивание мастерства продолжится на закрытых площадках. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.